Пожарные подразделения работают на патрулирование окружающих территорий С целью недопущения возникновения новых очагов в результате разлета искр Горят тонны древесины на тысячах квадратных метров земли В Канске вновь вспыхнула свалка отходов лесопиления в промрайоне Фонтаны, чтобы они работали уже, чтобы более прилично, чтобы была мощность какая-то с фонтаном На улице летняя жара, а фонтаны на главной площади города не работают Когда ждать открытия? Это положительный результат для детей, которые нашли любящих родителей Проект «Ищу маму и папу» уходит на летние каникулы Сегодня расскажем еще об одном участнике и подведем итоги рубрики И начнем выпуск с происшествия Сегодня после обеда при невыясненных обстоятельствах 46-летний мужчина выпал из окна седьмого этажа ЧП произошло в девятиэтажке по адресу Восточный 3А Очевидцы сообщают, что в квартире, где проживал мужчина, с самого утра был слышен шум и веселье В момент съемок его тело лежало на асфальте, было накрыто покрывалом В квартире работали следователи Подробности происшествия завтра в вечернем выпуске Канск вновь в кольце горящих свалок, горбыля и опилок Накануне нажился серьезный пожар в одном из промышленных районов Местные жители говорят, горит засолнечным каждый год Но этой весной волна огня поднялась раньше обычного Анастасия Мосина с подробностями Треск охваченного пламени макароника и клубы дыма Эта свалка, за лесоперерабатывающими предприятиями в одном из самых крупных в Канске промышленных районов Загорелась накануне около полудня Огонь быстро охватил около 5000 квадратных метров Здесь тонны древесины Жители Солнечного и района Питколледжа обеспокоены Если так будет продолжаться, форточки в квартирах вновь придется закрывать на все лето Не, ну прошлый год два раза тут вроде горело И такой страшный, все тут задыхались Ну нынче я не думал, что так рано они зажгут Это же они зажигают А кто поджигает? Ну кто? Чьи эти отходы тот и поджигает, мое мнение такое И всех мнение такое И действительно, в прошлом году также весной здесь полыхало не меньше Тогда выгорело все подчистую Но за зиму снова навезли древесных отходов Они лежат на площади около 20 гектаров В течение почти пяти часов пожарные пытались справиться с огнем Но тщетно Главная проблема таких стихийных свалок Это то, что куча горбыля и опилок навалены хаотично А значит у пожарной техники просто нет никакой возможности Подобраться близко к пламени и потушить его Спасатели говорят, что эта свалка может гореть не одни сутки Пожарные принимают решение отсечь часть свалки И встретить огонь здесь, на разрыве Пригнали специальную технику Вертикальный погрузчик расчищает путь для автоцистерн Тушение не производится Пожарные подразделения работают на патрулирование окружающих территорий С целью недопущения возникновения новых очагов В результате разлета искр от действующего уже пожара Отряд экстренного реагирования тоже объезжает территорию Оповещает близлежащие организации деревообработки И жители в непосредственной близости Огонь продолжает бушевать и сегодня Догорают отходы на территории, которую отсекли Угрозы предприятиям, которые находятся буквально в полукилометре И жилым домам нет Однако при таком интенсивном горении Возможно сильная задымленность Если ветер изменит направление и горбыль не догорит к этому времени Черные клубы дыма пойдут на город Один день остается до начала календарного лета А фонтаны в центре Канска до сих пор не запущены И хотя чаши уже покрасили в небесно-голубой цвет Они привлекают только птиц, которые уже успели оставить на них свои отметины Когда заработают фонтаны и есть ли перспектива, что у города появятся более современные конструкции Узнаем в сюжете далее Детям остается только наблюдать, как голуби пьют воду из фонтана и тут же гадят Из-за этого конструкции выглядят непрезентабельно Дополняет картину мусор, который скопился в полузаполненных водой чашах Но и главный минус в том, что они до сих пор не работают Это не может не огорчать жителей города, которые приходят отдохнуть на площадь В Красноярске 9 мая, на День Победы, даже 9-8 мая были открыты все фонтаны Это была такая прелесть Очень удручает, безобразие На площади вообще их привести в соответствие надо Во-первых, вот эти бордюрки все, какой-то плиточкой обложить Ведь есть же плитка более дешевая какая-то И можно все это сделать, не просто так вот накидать и замазать там И фонтаны, чтобы они работали уже Чтобы более прилично, чтобы была мощность какая-то с фонтаном Можно поставить двигатель какой-то там или что-то, чтобы оно все Был похож на фонтан, но это же не безобразие Я все-таки надеюсь, что они хотя бы заработают Но хотелось бы лучше, потому что ничего другого у нас в Канске нет Хотелось бы, и цветы хотелось, чтобы посадили Но все-таки надежда умирает последней Мы надеемся на хорошее В этом году администрация не закладывала средств на капитальный ремонт фонтанов Были выполнены текущие работы Ремонт запорных арматур, насосов и старых проржавевших емкостей Капитальный ремонт пройдет в следующем году, отмечают в администрации города Мы поэтому в этом году не стали закладывать никакие туда капитальные вложения В связи с тем, что мы это запланируем в реконструкцию площади, которая будет проходить в 2020 году Поэтому тратить бюджетные средства города администрация посчитала нецелесообразно Новый проект фонтанов будет предполагать полную замену ванн Они будут выполнены из нержавеющей стали, чтобы увеличить срок службы Кроме того, будут установлены более мощные насосы Что же касается этого года, то действующие фонтаны обещают открыть к 1 июня Тем временем уже 1 июня весь мир отпразднует День защиты детей К этой дате в Канске запланированы сразу несколько праздников, которые пройдут на разных площадках города Поэтому каждый маленький горожанин сможет найти себе развлечение по душе О самых крупных расскажем в сюжете далее Сегодня на планете хозяева дети Под таким девизом 1 июня в 11.00 начнется масштабное празднование Дня детства в Канске Главное действие, как и всегда, развернется на центральной площади города Здесь запланировано более 20 различных тематических площадок, организованных канскими коллективами Судя по тому, насколько разнообразны площадки, их представляют и дошкольные учреждения, и музеи, и ЦБС, и каннский кинограф, и развивающие центры, и спортивные учреждения нашего города различные, и комплексный центр социального развития населения Очень много разнообразных по тематике площадок, я думаю, не просто будет интересно, а даже захватывающе На главной городской сцене случится сказочный переполох, концерт с театрализацией Он посвящен 220-летию Александра Сергеевича Пушкина Впрочем, весь праздник пройдет в тематике сказок русского классика, и продлится он до 14.00 Затем гуляния плавно переместятся в парк культуры и отдыха Активисты молодежного центра примут эстафету и откроют начало трудового лета Будет расположено множество интересных площадок, одна из которых будет по сбору игрушек для нуждающихся малоимущих семей Тех неравнодушных жителей города Канска, кому это интересно, просим приходить с 1 июня с 3 часов дня, приносить игрушки Это могут быть мягкие игрушки, но преимущественно, я думаю, нужны моющиеся Тех, кому хочется начать лето с ярких красок, стоит посетить фестиваль на территории ресторана Канны Старт которому дадут 2 июня в 15.00 Там вас ждет по-настоящему яркое событие Организаторы включили в фестиваль элементы весеннего индусского праздника Холи На нашем мероприятии эмоции будут захлестывать Вы будете в красках, вы будете разукрашены полностью с ног до головы Будете обсыпаться, будете мазаться красками Ну и плюс, как бы, яркие фотографии, эмоции В день защиты детей автомобилистам нужно будет заранее выбрать траекторию движения На время городских гуляний в центральной части города будут перекрыты дороги По улице Советской на участке от улицы Краснопартизанская до улицы Советская И на площади имени Коростелева на участке от улицы Ленина до улицы Советская с 10 до 15 часов Если погодные условия не дадут провести праздник на свежем воздухе, гуляния все равно состоятся, но уже в стенах городского дома культуры В день защиты детей 1 июня в драматическом театре состоится премьера сказки для семейного просмотра Кошка, которая гуляла сама по себе На каннской сцене над спектаклем по мотивам сказок Киплинга работала режиссер-постановщик из Москвы Наталья Шумилкина Игры непослушания так характеризуют режиссер жанр этого спектакля, где главные герои, живущие в одном пространстве, совершенно не похожи друг на друга История со сцены отражает обыденность реальной жизни, где могут мирно уживаться люди с разным мировоззрением Есть противостояние между женщиной, которая хранительница очага, которая создает свой мир, оседлый мир И между кошкой, которая непрекаянная, которая не знает никаких ограничений, она гуляет сама по себе И ей важнее всего ее свобода И вот кошка везде затевает свои разрушительные игры, потому что она хочет весь мир Мы ее назвали вообще первая анархистка, когда-либо родившаяся на свете И она собирается разрушить весь этот мир оседлости, зависимости Она хотела бы, чтобы все люди и все животные жили сами по себе, гуляли сами по себе и любили свободу В борьбе кошки и женщины попадает маленький мальчик, в душе которого живет такое же противоречие, как и между двумя главными героями С одной стороны, он стремится к оседлости и любви, с другой – к свободе в вольной жизни Самая сказка, естественно, пьеса, материал – это очень философский, очень такой сложный Там надо много думать, там есть и легенды Там вскрываются такие проблемы, как дружба, семьи, порядка Но Наталья сумела с помощью игровой какой-то формы сделать ее более легкой, более восприимчивой, наверное, для любого возраста И на эту сказку должны, наверное, идти семьи Потому что там много, что могут подчеркнуть сами родители для себя Примеры сказки для всей семьи состоится 1 июня в 12 и 16 часов Повторят спектакль 13 июня в 10.30 утра А уже 15 июня театральный сезон в Каннске закроют Александр Рукасуев, Александр Минеев, телекомпания Каннск, 5 канал Во второй части выпуска подводим итоги проекта «Ищу маму и папу» за 2019 год А также расскажем, на какие группы товаров сейчас действует скидка в магазине «Ценолом» Не переключайтесь Возьму кредит и в отпуск Одобряешь? Да Знал, что поддержишь Кредит до миллиона рублей под 9,9% Восточный банк Одобряем ваши желания Это уже твое И ждет тебя на складах Центра Сон города Каннска Рослист, металлочерепица, сайдинг, штакетник Самые дерзкие новинки и расцветки Самые честные толщины по крайне выгодным ценам Не пропусти сезон Не пропусти сезон Не пропусти сезон Счастье в Каннске воцарится А доставка «Додо Пицца» Сеть пиццерий номер один в России Теперь и в Каннске Уже доставляем Сделай заказ на сайте В мобильном приложении Или по номеру 8 800 333 0060 Попробуй первым «Додо Пицца» в Порт-Артуре «Додо» Весна диктует свои правила Не бойся меняться Создай дерзкий, неповторимый образ Имидж-студии Оттенки Креативные стрижки Мужские и женские Окрашивание и стильный майкап Раскрой оттенки Своей индивидуальности Наш адрес Урицкого 11 Телефоны для записи 8 912 255 93 02 И 8 913 034 02 72 Не пропустите Самое яркое событие лета Фестиваль красок в Каннах 2 июня в 15.00 На территории ресторана Канны Вас ждет Трансформер Бамблби Детская танцевально-игровая шоу-программа Зажигательные выступления ярких артистов Мастер-классы И танцевальные флэш-мобы Родной город заиграет яркими красками Вход свободный Мы продолжаем проект «Ищу маму и папу» Каждый четверг в своих выпусках новостей Мы рассказываем о детях-сиротах И детях, оставшихся без попечения родителей Сегодня мы познакомим вас с мальчиком по имени Артем Герой нашей рубрики Артем Смышленый мальчик, которому 6 июня исполнится 4 года Сотрудники дома ребенка считают, что Артем должен жить в семье И хотят скорее найти мальчику, маму и папу Чтобы ребенка по достижении 4-летнего возраста Не перевели жить в детский дом Он очень добрый, жизнерадостный, любознательный ребенок Очень активный, очень общительный Никогда не испытывает страха перед незнакомыми людьми Артем у нас очень артистичный Он участвует во всех мероприятиях, которые у нас проходят в доме ребенка Он всегда танцует, всегда читает стихи В свободное время Артем у нас любит больше играть в машинки Разукрашивать картинки И собирать конструктор Артем развивается в соответствии своему возрасту Знает все геометрические фигуры, цвета Очень любит читать и узнавать новое Мальчик очень любознательный У него хорошо развита память Он очень терпелив и настойчив в достижении своей цели Это какой цвет? Красный А это? Золотый Молодец А это? Вспоминай Сиреневый Синий Синий Молодец Для будущих родителей Артема немаловажно знать, что у Артема нет братьев и сестер И в новый дом он отправится один Плюс ко всему, мальчик он самостоятельный И уже в столь юном возрасте сам себя старается обслужить и помочь другим детям Любимые занятия Артема это собирать детские пазлы, слушать сказки и кататься на автомобиле Полную информацию об Артеме вы можете узнать у специалистов Каннского филиала Центра развития семейных форм воспитания Или в отделе опеки и попечительства Адреса и телефон вы видите на своем экране Напомним, проект «Ищу маму и папу» реализуется под эгидой Пятого канала При непосредственном участии Центра развития семейных форм воспитания Поддержки Каннского детского дома имени Гагарина Красноярского краевого дома ребенка и Каннского педагогического колледжа Алина Кирса, Александр Минеев, телекомпания Каннск, Пятый канал В преддверии летнего сезона мы подводим итоги рубрики «Ищу маму и папу» Выпуски которой выходили на нашем канале на протяжении двух лет Благодаря совместному проекту Пятого канала и Каннского филиала Центра развития семейных форм воспитания Свои семьи нашли более 15 детей С января по май этого года были устроены в семью 4 героя проекта После небольшого перерыва рубрика о детях, оставшихся без попечения родителей Снова появится в нашем эфире Прежде всего, это положительный результат для детей, которые нашли любящих родителей Потому что какая бы ни была замечательная среда для развития Нужны любовь и внимание и забота Точно так же, огромное значение наша рубрика имеет и для тех семей, которые нашли ребятишек Потому что есть бездетные семьи, есть родители, у которых дети выросли Это так называемое пустое гнездо, да, любовь нерастраченная осталась Поэтому мы все вместе с нашими партнерами помогаем друг другу найти и создать вот этот семейный уют Мечтаете о новой бытовой технике? Тогда вам в Дискаунтер Ценолом Магазин не только с большим ассортиментом, но и с лучшими ценами В нем любая покупка будет выгодной Кроме того, в ближайшие три дня покупателей ждет приятный сюрприз Подробнее расскажем в сюжете далее Как и любая вещь, бытовая техника имеет свой срок службы Любимый телевизор может выйти из строя, а чайник сгореть Тогда на помощь придет Дискаунтер Ценолом Здесь десятки наименований товаров топовых производителей От элементарной кухонной утвари до серьезной бытовой техники Это фены, триммеры, блендеры, мультиварки, мясорубки, чайники и тостеры Утюги, пылесосы, а также холодильники, кухонные плиты, стиральные машины и многое другое Более того, в Дискаунтере делают все для экономии вашего бюджета Не первый раз захожу в магазин Ценолом и уже, наверное, являюсь постоянным покупателем этого Дискаунтера Сегодня зашла посмотреть мультиварку, мне нужно приобрести мультиварку Оказывается, здесь идут акции, большие скидки и обязательно ее сегодня куплю В магазине очень дорожат своими покупателями и радуют их ошеломительными скидками на разные группы товаров Сейчас в Ценоломе глобальная распродажа, прилавки так и пестрят с желтыми ценниками со скидками на товары до 45% В нашем Дискаунтере Ценолом распродажа продлится всего три дня С 30 мая по 1 июня Успевайте приобрести то, что вам нужно, потому что количество товаров ограничено Покупатели, в свою очередь, становятся постоянными и заглядывают в Ценолом по любому поводу Будь то праздники, в преддверии которых нужно купить подарки близким Или просто для того, чтобы приобрести новую технику на выгодных условиях Многие из них уже давно пользуются еще одним бонусом от магазина – клубной картой Решила приобрести утюг, не первый раз в магазин Ценолом прихожу Очень понравился по дизайну и по функционалу, то, что мне подойдет Еще к тому же у меня имеется бонусная карта клубная Ценолома По ней у меня утюг будет намного дешевле, что очень приятно для покупателей Так как всегда в Ценоломе проходят скидки На данный товар скидки я не вижу, но зато по карте клубной у меня будет хорошая скидка Большое количество товаров представлено на сайте ценолом.ру Здесь вы можете определиться с покупкой, не выходя из дома Также в магазине можно взять беспроцентную рассрочку или кредит от различных банков А если вы не знаете, что выбрать из этого многообразия товаров, то можно приобрести подарочную карту на любую сумму Магазин Ценолом работает по адресу 40 лет октября, 62, торговый центр «Порт Артур» Ежедневно с 10 утра до 8 вечера Татьяна Блинкова, Слав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал На этом у нас все А я напоминаю, что новости 5 канала вы также можете смотреть и в сети телекоммуникационной Компании «Орион Телеком» на 11, 19 и 26 кнопках Не отказывайте себе в новостях нашего города С вами была Татьяна Блинкова Всего доброго, до свидания Алена Махрова, лицей номер 1 Камила Исматова, гимназия номер 1 Анна Гаврилова, гимназия номер 4 Владислав Демин, школа номер 2 Андрей Худенков, школа номер 3 Полина Иванова, школа номер 5 Иван Лапкин, школа номер 11 Степан Максимчук, школа номер 15 Полина Пазникова, школа номер 18 Данил Медведев, школа номер 19 О них в выпусках новостей на 5 канале Партнеры проекта Фитнес-клуб эффективного тренинга «Пиранья Клаб» Салон мужской и женской обуви «Акрополь плюс Акрополь 2» Студия косметического отбеливания зубов «Вайтсмол» Цветочная мастерская «Пион» Победителя и призеров определят телезрители посредством СМС-голосования Старт дадим 14 июня Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова